Путин. Навальный. Ламон. Навальный. Ни на что не влияет. Разве нет? А как ты думаешь? Вообще не понимаю. О чем ты мечтаешь? Пиво с Демидроном, чтобы ты мало соображал. Портвей. Три семерки. Это спирт-рояль. Вы придурки? Мы в России. Сережа, привет. Привет. Им уже без разницы, главный редактор или не главный редактор. Мы же правда не занимаемся никакой заказухой. И не занимаемся политической деятельностью. Коротко про план на сегодня расскажу. Я читал твои приключения вместе с московским торпедом футбольным и просто в шоке. Началась по-настоящему жесткая война. Там погибших кому-то голову пробивали. Пиво разбавленное водкой. 49 человек лежат в ряд. Упадешь, тебя добьют бутылки об голову. Или, например, в случае, как я попал в вытрезвитель. Второе, о чем хочется поговорить и спросить, почему ты половину февраля провел в Сахарово. И, собственно, хочется, чтобы ты нам глупым объяснил, что происходит сегодня в стране. Как ты провел 30 января? Ну, я проснулся. Естественно, не успел смотреть на ютубе интервью Кати Гордеевой с Леной Костиченко про журналистику. Мы созвонились с нашими редакторами. У нас там был разговор. И мы решили проурочить разговор, заодно прогуляться в парк. У нас делегатский парк недалеко. Ну, что, мы вышли с ребенком. Я сразу все понял. Потому что у меня в подъезде стояли два оперативника. Мы прошли метров 150. Меня догоняют полицейские. Говорят, типа, вы задержаны. Специально подогнали автобус из АВД Тверское. И меня увезли в АВД Тверское. Привезли в АВД Тверское с таким твердым намерением, чтобы вы задержаны, там, за нарушение на митингах. И с таком полностью в расслабленном состоянии. Типа, можете не мучиться. Располагайтесь. Ждите до понедельника. Ну, то есть, день еще. Было 13.50. И, ну, давали понять, что завтра митинг. А суд будет через день. То есть, совершенно спокойно. Пустили адвоката. Никаких документов у них не было на суд. Но они решили их оформлять чуть позже. И я думаю, все... И почему началось такие изменения? Потому что редакторы засняли, как меня задерживают с ребенком. И поднялась такая большая, очень сильная волна по этому поводу. Особенно учитывая, за что я был задержан. Говорят, какая статья? Нам говорят статью, которая у всех. Перекрытие дорог. Чего быть не могло. Мы так недоумеваем. Это проходит час-два. Ничего не происходит. Адвокат уже наш уехал. Я же понимал, что, скорее всего, будут сутки. Просто исходя из того, что вокруг происходит. Я понимал, что, скорее всего, будет сутки. Я просил какой-то еды, воды. Мне передали. Но надо отдать должное. Полиция быстро передала. Никаких сложностей с этим не было. Передали очень смешно дневники Оруэлла. Потом заходит полицейский и говорит, слушай, сейчас тебя будем оформлять. Что-то произошло. Но я думаю, из-за резонанса, из-за такого большого и поддержки, они решили, что все-таки задерживать нельзя. А надо... Можно отпустить с... Чтобы я дал обязательство о явке в суд. И когда мне оформили статью, я только узнал, о чем речь. И только тут я узнал, что у меня протокол за ретвит вот этой вот шутки про то, что я похож на Дмитрия Спирина из группы «Тараканы». И там речь шла, конечно, вообще о другом. Но вот такая вот история. Меня отпустили в этот день к ребенку. Я вечером уже был дома. Что ты сказал сыну? Ну ничего, пять лет сыну ничего не сказал. Он просто ушел и ушел. Он испугался? Ну, я думаю, если он и испугался, то не дал настолько сильно себе понять. Ну, конечно, я думаю, нервный. Я думаю, это, конечно, возможно, на психике как-то сказалось впоследствии. Он там не очень хорошо спал несколько дней в садике. Да, но все-таки очень подробно рассказывать пятилетнему ребенку, мне кажется, пока... Особенно воспитанному на мультиках про то, что полицейские хорошие, и они гоняются за преступниками. Я не думаю, что прям очень сразу стоит так резко его погружать. Реальность, ну, все. Почему ты не был на митинге? А нет смысла ходить на митинг мне, потому что от меня толку мало. То есть я лучше буду работать у ноутбука, давать ссылки в соцсети, там что-то ставить, просто, а не своим плохим телефоном где-то что-то снимать. То есть понятно, что на митинге бы я работал, мы не участвуем в митингах, как журналист, освещающий эту тему, просто некорректно участвовать в митинге. Все равно нам об этом писать. А знаком ли ты с Дмитрием Спириным? Не, я не знаком с Дмитрием Спириным, лично не знаком, но вот очень приятно, он мне передал футболку. Я попросил футболку в Твиттере, ну, как попросил, типа написал, что мне срочно нужна футболка группы «Тараканы» к суду, и вот с вами какие-то друзья связались, и он передал мне футболку «Тараканы», в которой я и был в суде в среду. А на суд ты пошел с чемоданами? Да, 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 я пошел на суд с баулом, потому что на самом деле в этом бауле почти половина места занимала подушка и одеяло, потому что опытная очень Лиза Нестерова, которая вот всем следит, она занимается передачами, она сказала в спецприемниках, самое главное и очень плохое – это подушка и одеяло. Ну, одежда какая-то, книжки, и, естественно, я был самым подготовленным, потому что у меня был доширак, у меня было довольно много нарезки, у меня был хлеб, а то, чего не… Ну, хлеба чуть-чуть совсем, потому что нет проблем с в спецприемнике, с хлебом. Чай, ну, то есть были все необходимые вещи на первое время, и я, конечно, был там, и мои сокамерники настолько в привилегированном отношении по отношению ко всем другим, что даже как-то я считал, что это не очень честно. И это все удалось с собой пронести до, собственно, до камеры? Мне кажется, если бы у меня там был ящик пива вот в этой сумке, я думаю, что вполне возможный ящик пива я бы пронес в спецприемник, потому что никто никого не обыскивал, они вообще не понимали, что делать с таким количеством людей. Спецприемник – это, там, не СИЗО, ты не сидишь месяцами в неведении. Спецприемник – это все-таки питание, это там радио, это 15 минут связи. У меня был, опять же, временной лаг, я подготовился, у меня было много судебных представителей моих. Я оформил судебные доверенности на нескольких человек, а это значит, что судебный представитель в спецприемник тебе может прийти практически в любой момент на встречу с доверителями. То есть у меня был, конечно, очень хороший статус, и все, кто на акции был, я надеюсь, многие из них оформят какие-то доверенности, если их будут сажать на сутки, чтобы там родители, друзья могли приходить в спецприемник на свидание. Это гораздо лучше и поддерживает. Режиссер Сигарев сказал тут, в СССР по сути не было ни туалетов, ни секса, ни огороженные туалеты в тюрьмах для меня главное унижение. А в какой момент ты перестал комплексовать или, может быть, ты не чувствовал каких-то неудобностей из-за этого? Опять хочу сказать, мы оказались в привилегированных условиях с туалетом. Ну, на самом деле, комплексовать перестали, надеюсь, все где-то на второй день, плюс-минус. Дело в том, что нас отвели на третий этаж, а в камеру, где сидел мигрант, ну, вот, человек с нарушением миграционного законодательства. Открывают дверь, нас ведут четвером, причем там сказали, можно было выбрать буквально сокамерников. Вначале была такая анархия, что можно было буквально выбрать сокамерников. Ну, я с кем разговаривал, мы с ними, с ребятами пошли вчетвером. Открывают дверь и субсидит, так, ну-ка на выход, кто там сидит. Там сидел мужик, он из Грузии. Он там сидел год и три месяца. У него эта камера была полностью обустроена. То есть там шторы какие-то, все еще. И в том числе он сделал шторку для туалета специальную. И выходя, он это, конечно, нам оставил. У нас в целом была, ну, она, конечно, условная весьма, шторка из этих вот одноразовых простыней. Но, тем не менее, у нас была изначально шторка. Ну, а потом люди просто привыкают. Ну, когда кто-то ходит в туалет, там, там, лежат, занимаются своими делами, отворачиваются, не подходят. Ну, это довольно быстро вырабатывается. В условиях, ну, такая неизбежная деликатность вырабатывается достаточно быстро. Джиджи Буфон, суперзвезда всей нашей жизни, когда-то сделал глупость. При поступлении на юрфак показал поддельный диплом об окончании школы. Универ все проверил и подал в суд. Джиджи грозил тюремный срок. Стороны договорились о штрафе, а сам Джиджи потом много раз повторил, как ему стыдно. Чуваки, не повторяйте ошибок Буфона. Выбирайте проверенные места. По ссылке в закрепе вы окажетесь в компании наших друзей, легальной букмекерской компании Джиджи Бет. А по промокоду Интерспорт вам упадет 200% к депозиту. Проще простого. Кликайте, регистрируйтесь, получаете кайфовый бонус и огромный выбор спортивных событий. Гоним! Ты подал жалобу, или как это называется, в ЕСПЧ. Да. Чего ты хочешь добиться? Ну, это же такая традиционная штука, ну, потому что ЕСПЧ за всем этим следит. Мой кейс, я думаю, будет особый. Задержание на глазах ребенка. 25 суток журналисту. За шутку, а не за участие в митинге. Ну, я хочу добиться отмены решения, да, и компенсации. Но при этом это, конечно же, не самоцель. Это же такая штука. ЕСПЧ же очень важная штука. Вот в чем. Почему очень неприятно, если Россия выйдет из ЕСПЧ? Дело в том, что ЕСПЧ-то работает. Просто нам это не очень заметно. И в каких-то вещах не очень заметно. Но вообще-то Россия под влиянием ЕСПЧ довольно серьезно изменила ряд условий. Например, про содержание заключенных. У нас большой прогресс по сравнению с 20-летней давностью. Это, может быть, дико немножко в России звучит, но с содержанием заключенных из-за просто огромного количества решений ЕСПЧ, из-за системных рекомендаций. То есть хочется, конечно, добиться системных рекомендаций о том, что нельзя задерживать, нельзя задерживать при ребенке. Тем более вы могли выслать мне повестку, и я бы к вам пришел. Потому что, да, потому что я как главный редактор СМИ, ну что я не приду, я обязан прийти по таким документам. Хочется, конечно, добиться, чтобы Россия признала неправомерным и задержание, и сами методы этого задержания, и помещение в Сахарова. Потому что с малолетним ребенком главного редактора СМИ мне же назначили очень суровое наказание на 25 суток. Потому что там же есть альтернатива в виде штрафа, считающаяся более мягкой. Пусть Россия объясняет, Российская Федерация, почему именно так произошло. Конечно, хочется справедливости. ЕСПЧ единственная возможность у российского человека добиться справедливости зачастую. А ты говоришь, что это работает, но по последним каким-то событиям и новостям, обрывкам новостей, есть ощущение, что как раз Россия с размаху кладет на решение ЕСПЧ, рекомендации и прочее. Можешь объяснить, как это происходит, как это устроено? На это мы обращаем внимание, на это не обращаем? Нет, есть очень четкие несколько кейсов, которые, да, красная тряпка. Это история с ЮКОСом и огромным долгом. Тут власть ставит жирный просто крест. И теперь в такую же категорию попал Алексей Навальный. То есть по ним никаких решений ЕСПЧ мы выполнять не будем. По всем остальным, митинги, выплаты компенсаций. Россия платит очень большие компенсации, кажется. То есть задержанные на митингах же платят, Навальный говорил, по 10 тысяч евро, обычно чуть поменьше, 5-6-8. Но тем не менее, они платят эти компенсации спустя 5-6-7 лет. И они считают это нормальным, допустимым для членства в Совете Европы. Ну да, немножко погорячились. Ну просто тут политическая ситуация одна, потом Россия признает, ну да, там, сделали не очень правильно спустя 5-6 лет. И, конечно, сейчас главный вопрос в том, что в России совершенно не соблюдается свобода собраний. Это очень большая проблема для России. Конечно, если Россия останется в ЕСПЧ, к сожалению, я в этом не уверен, да, и в Совете Европы, то надо на этом напирать. И я уверен, что ЕСПЧ будет рекомендовать применить какие-то системные изменения в российском законодательстве. Работают ли митинги? Ну, работают в любом случае какие-то митинги. В любом случае реакция есть. Мне кажется, ничего другого не работает вообще. То есть, это как вопрос, делать или не делать. Да, ну попробовать-то можно. Мне кажется, люди не просто же так выходят на улицу. Да, и вряд ли они... И вряд ли, кстати, среди них очень много людей, которые верят, что они вот сегодня вышли, и сразу все изменится. Все-таки наивных людей не так много. С кем я сидел с Сахарова, они вряд ли не понимали, что вот сегодня они вышли, и там сразу в России не наступила свобода. Это вопрос такой личный для многих, личного протеста, личной позиции. А как ты думаешь, что это за знак, вот направленный, ну, случившийся с тобой? Это знак о чем, и про что, и кому? Вообще не понимаю. Вот честно, искренне меня много спрашивают. Я, правда, до конца не понимаю, потому что... Ну, вообще не ясно. Не ясна логика. Ну, понятно, что я был в каких-то списках, которые они активно мониторили. А дальше уже предположение. То ли им показалось, что я слишком активно пишу о прошедших митингах. Логично, потому что я активно писал о прошедших митингах спустя пару дней, но предостережение-то они мне вручили задолго до этого. То есть, вероятно, я был в более ранних списках. У меня единственное объяснение, что были просто некие большие широкие списки людей, которых надо лично просматривать все твиты, все соцсети прямо вот досконально. И они нашли вот эту шутку, представили ее как доказательство своей правоты, что правильно мы составили эти списки, вот они призывают. А дальше машина заработала. То есть, машину-то остановить невозможно. Им уже без разницы, главный редактор не главный, редактор солидарный, журналист не солидарность. Всем доложили, генералам доложили, генералы приняли решение. Все. То есть, если говорить о том, возможно ли это по медиазоне, может быть и по медиазоне. Но я не очень понимаю, но возможно и так. По совокупности это бывает не очень часто, потому что по совокупности это все-таки... Ну тут же просто было очень много задержанных и очень много предостережений, много уголовных дел вокруг. Такое ощущение, что были просто большие списки, и по этим спискам, знаете, как морской бой. Вот ты рисуешь какие-то корабли, и там Б-2 попал. Там, о, твит написал, все. Переводим его из одного списка в список тех, кого мы будем там проводить обыски и там сажать, или на сутки сажать. Я думаю, там примерно так устроено. Медиазона пишет очень много о том, что происходит в России, а то, что происходит в России, то, что ваши специализации, это довольно негативные новости. Как ты отдыхаешь? Как ты проводишь свободное время? Как ты вот восстанавливаешься? Ты, честно говоря, вот хочется ответить, да никак. Ты просто более цинично, что ли, относишься к своему негативу, к своим новостям. Ну, что, ребенок, теперь у меня таксы. Я гуляю с таксами три раза в день стабильно. Я читаю книги, встречаюсь с друзьями, на концерты хожу очень редко, но все-таки мы дружим. На что ходил последний? Ну, на Кровосток я всегда ходил из последнего. Мы дружим с Кровостоком. Мне очень нравится, всегда нравилось. В итоге это кончилось прекрасным освещением Судан над Кровостоком. Но тогда мы подружились. И мне очень нравится Кровосток. Хожу на все концерты, стараюсь ходить. Вот, ну, как-то так. Ты просто читаешь книги, занимаешься домом, занимаешься собаками, занимаешься ребенком. И, пожалуй, все, и почти не ездишь в отпуск, как ни странно, да. Последний раз очень смешно. Я ездил в отпуск в Каталонию. Это было полтора года назад. И так вышло, что мы на неделю поехали в отпуск с ребенком и с женой в разгар московского дела. Началось московское дело. Начались аресты, задержания. В общем-то, я провел отпуск с телефоном и даже выходил в эфир с пляжа, надевая майку. На песке. Как ты позиционировал вот этот перформанс, то, что происходят с Суды в Москве, а ты на пляже в Барселоне? Ну, в Фейсбуке оправдывался, что давно купили поездку. Ну, как мне это родилось? Ну, что, он нам разворачивался, что ли? Ну, редакция работала, и я давал какие-то комментарии и непрерывно ответил что-то с испанской симки. Футбик, как тебя угораздило влюбиться в Торпедо? У меня отец болел за Торпедо, все очень просто. Все очень просто. Я на футбол первый раз пошел в 6 лет. В 81-м году, я даже помню этот матч, это был матч Торпедо-Таври. Таври единственный год играл в высшей лиге тогда, и Торпедо выиграл 1-0. И вот я периодически с тех пор ходил на футбол с отцом. Какой самый яркий, фанатский, так сказать, болельческий момент из 80-х, из твоего детства? Что сделало тебя самым максимально счастливым? Ну, матч Торпедо-Штутгарт. Штутгарт-Торпедо, ответный матч. Я смотрел, кстати, все тогда, хоть я был маленький, именно лет с 8-ми. Была день-среда, когда среда весь день был посвящен тому, что я на черно-белом телевизоре смотрел нон-стопом все евро-матчи. И матч Торпедо-Штутгарт, конечно, совершенно фантастический. Потому что Торпедо же такая была команда, силовая, некомбинационная. Один гол забьет и как-то отбивается. Такой классический же стиль Торпедо. А тут 5-3 на выезде, там, с совершенно безумными контратаками. И могли бы и 10 забить там по игре. Там Штутгарт как-то совсем. При том, что там Клинцман играл в основном составе Штутгарта. И как бы это был самый крутой матч, который я помню. И, кстати, хочу сказать, что футбол, вообще весь футбол, мне кажется, я лучше всего смотрел в 80-х. У меня такое ощущение, что в 90-х и дальше я футбол смотрел хуже. То есть футбол в 80-х я помню лучше, чем футбол, мне кажется, в любое другое время. Кто твой любимый игрок? Вообще у Торпедо. Ну, Торпедоский. Ну, Торпедо, наверное, Юрий Савичев. И я думаю, прежде всего за гол на Олимпиаде. Ну, то есть за Торпедо Торпедо. Но это была ужасная гордость, что игрок Торпедо. Но игроки Торпедо в сборную не попадали. Надо понимать, что все-таки Торпедо, в исключительных случаях игроки из Торпедо могли попасть куда-то в какой-то широкий состав сборной. И попасть в сборную было невозможно. Ну, де-факто. Ну, уж там про национальную. Почти невозможно. Там Динамо Киев, да, там какие-то звезды из Спартака. И там пару человек прям суперзвездных, да, типа Агнисяна и Зарарата. И с Торпедо почти никогда никто не попадал. Ну, просто в исключительных случаях. А тут, да, игрок из Торпедо в составе Олимпийской сборной в 88-м году. И надо так случиться, что он выходит на замену в финальном матче с Бразилией, да, и забивает решающий гол. Ну, конечно, как бы это было очень круто, очень здорово. И Савичев, Савичев и братья, они много забивали и так. И Савичев и так хорошо очень играл. А когда ты начал активно ездить за Торпедо? В 92-м году, как раз уже в последнем классе. Я в 91-м, в 10-м, более-менее решил, что пора ездить на выезда. Как-то там все почитал и все прочее. В 92-м начал ездить. Не повезло, что не застал Советский Союз. Это же довольно обидно, потому что в Советском Союзе были гораздо более интересные города для выездов. А в 92-м началась такая поездка по России, которая была очень... Россия же не футбольная страна. Она в Советском Союзе, РСФСР. Было такое ощущение, что такая республика на уровне каких-то там средних республик. Украина была футбольная, Грузия была футбольная, а в России была Москва и Питер. Вот какие были еще российские клубы? Де-факто сильные. Скоростова больше не было. Серьезно. Ротор вышел в конце только. Все, не было. И тут появляется большая лига с какими-то командами, как текстильщик Камышин. Не в обиду сказано, безусловно, текстильщику. И какие-то такие команды появляются. И полный упадок, кстати, фанатизма. Кроме торпеды, у торпеды был подъем. Благодаря активной деятельности Василия Петракова, который активно всех собирал на выезда. Надо понимать, что фанатов торпеды в Питере было больше, чем фанаты Спартака. Но это же неважно. Были времена. Были времена. И в Нижнем Новгороде было 300 человек, 320. То есть какое-то гигантское количество для того времени. И с 92-го года я начал активно ездить. И 92-й, 93-й год, это прямо активный период, когда у меня 22 выезда в то время. Молодой учился еще... По сумме двух сезонов? По сумме двух сезонов, да. Мне в 93-м году не хватило двух выездов для золотого сезона, потому что были находка Владивосток. А это было затратно? Это было очень затратно, очень дорого. Ну, конечно, никаких денег тогда. Таких денег не было. Мало того, никто же тогда не думал о таком перемещении, как самолет, хочу сказать. Фанаты не летали на самолетах. Почему? Только в только... Ну, потому что как-то слишком дорого и слишком невозможно дорого. Мне кажется, даже традиция такой не было на самолете летать. Все ездили только на поездах. Я ни разу не летал на выезд на самолете за все время. Нет, только на поездах. Только такой способ перемещения. поездах на собака как-то она называла назвали электрички на перекладных я видел фотографию вы с корешами загружаетесь в поезд видимо отправляясь на выезд или возвращаясь оттуда и у тебя в руках шарф ньюкасла откуда и почему он ну привезли из англии когда там заказывали почему шарф ньюкасла тоже очень все просто в россии еще не делали хороших шарфов и вообще в конце 80-х начале 90-х было очень модно ходить с иностранными шарфами но при этом идеально чтобы они были цветов твоего клуба то есть фанаты спартака ходили в шарфах ливерпуля это было прям дико круто циск возможности было поменьше поэтому была барселона дано то есть возможности клуба поэтому черно-белые ньюкасл ньюкасл в начале 90-х был прям на подъеме боролся за чемпионство и поэтому у торпеда много кто поддерживал ньюкасл в том числе по цветам это твой шарф был это был мой шарф моя шапка что с ним стало где ты может быть даже лежит дома или я кому-то его уже подарил какие-то шарфы у меня есть шарф ньюкасла и шарф хайберни он у меня еще был очень крутой он черный белый он зеленый белый но это все равно считалось близким торпеда же ездили далее флаг же зеленый белый там был очень крут красивый потому что он был зелено-белый фиолетовый но сашар был очень красивый зелено-белый хайберни он это команда за которую между прочим болел и болеет ирвин уэлш шотландский писатель все сошлось все сошлось и поэтому я помню ты рассказывал про первый еврокубковый матч до торпеда когда с английской командой играли с манчестер юнайтедом с манчестер юнайтедом торпеда выбивала манчестер юнайтед свое время в кубке а может пенальти наверно илью дали ли по пенальти тот самый манчестер который потом выигрывал был все в англии выиграли по пенальти я был на этом матче для меня шок был приезд тысяч англичан они заняли в западную трибуну а мы сидели тогда на востоке конечно был шок я думаю для них это тоже был шок шок и того что ты увидел зарубежных фанатов фанатов москве как они пели как их было много там и такая субкультура нас там десятки но в лучшем случае сотня тут тысяч человек которые там выглядят по-другому все в шарфах шарфы же были редкостью относительно это конечно призвало впечатление на плюсом манчестер юнайтед он уже тогда был легендарным клубом то что мы их выбили это конечно было удивительно а ты ездил за рубеж нет сожалению ни разу не ездил на зарубежную везда увы вот так вот и не съездишь хоть добавим а можешь рассказать вот что такое выезд футбольного фаната в начале 90-х ну прямо по порядку как все устроено во первых что до меня долетал я не был совсем мал но все равно фанатский выезд это какой-то дикий алкогольный угар в оба конца какой-то вот немногочисленной группой классные но немного число это в основном правда все очень много пили в 90-х еще не было традиции все проще пили действительно очень много это кстати сложилось раньше еще восьмидесятых то есть восьмидесятых фанаты тоже очень сильно пили у разных клубов это там шутки внутренние возникали там одна из группировок в шутку наздевала себя клуб любителей нажраться и была песня на этот повод очень много фанатских песен цель по алкоголь надо понимать старых и до было вот типа что ты приехал на выезд надо быть пьяным а в чем культ вот пьянского но это мне кажется это же мне кажется как россии все же в россии очень сильно пили и что-то и дело тут некий праздник не знаю праздник не праздник некое событие которое надо сразу отмечать ну и конечно начало 90-х это такое количество выбор напитков которых восьмидесятых было наоборот мало еще не купишь 90-х был кошмар их было слишком много они были отвратительные просто чудовищный там что это было ох это была очень паленая водка это было очень много пива это было разное разливное пиво которое появилось там абсолютно чудовищное по качеству это был спирт рояль который все брали с собой и разводили но торпеда с этим брал не спирт рояль торпеда торгов был какой-то другой спирт тоже какой-то спирт технически но лучше и все пили его как бы ужасно просто абсолютно такое количество алкоголя выпито на выездах что с ужасом вспоминаю особенно двойниках однажды есть проблема двойник этого сейчас совсем нету над когда спаренные матчи в соседних городах соседних городах и денег было мало и они играют вот ты едешь на двойник то есть ты не возвращаешься в москву там там 23 волгоград там двадцать седьмого ставрополь ты где-то четыре дня вот эти проводишь между конечно ки гостиницах тоже никто не жил в основном у фанатов останавливались уместно кстати потому что фанаты очень сильно дружили тогда друг с другом войны и почти никого никого ни с кем не было в начале 90-х фанатов было настолько мало однако сколько была узкая субкультура что все друг друга знали все друг другом общались еще примета времени про который я вычитал в своем телеграм-канале про то что во первых непонятным где было где можно было выпить на баров пабов и так далее не было но даже если они были то там была другая проблема там не было тары не с чего было пить и когда я прочитал о том что наливали в полиэтиленовый пакет я просто но я был в таком шоке и я не понимал когда это было как давно это случилось на самом деле это совсем недавно было но расскажи это было причем это было не в как это где где-то брал пакет в основном или там выдавали там выдавали пакет то есть ты подходил палатки этого палатка с разливным пивом ты все приходишь те говорят там сколько тебе налить литр или там пол-литра или литр где наливали двойной пакет а как замерялся ну как-то они на своему я думаю они нас по-своему замеряли явно отливали что им было надо то есть довольно выгодный бизнес пиво было конечно очень плохие и с димедролом в основном но ты мне тоже я давали этот пакет его прогрызал сбоку а где типа он даже ну то он завязывал завязывался ты вот это прогулёк прозрачный прозрачный пакет двойной полиэтиленовый пакет в котором хлеб носят да который вносит клитор абсолютно такой пакет тебе давали обычно двойной что все-таки не прорвалось два пакета те давали ты где-то сбоку прогрызал в себя отверстие пил из него потом так держал все время пока не допьешь ну да точно помню что в волгограде вегетеринбурге мы так пили пиво сто процентов с пакетами если не потому что ну я смеюсь потому что это офигеть я просто вот до позавчера я к сожалению таком феномене не слышал а не было пластиковых бутылок еще интересно в 90 90-х потом они появились и стали наливать пластиковые бутылки но девяносто втором девяносто третьем году пластиковых бутылок особенно в регионах не было почти никогда я помню как-то у нас было на каком-то выезде у нас была одна пластиковая бутылка на 10 человек таким объемом полтора литра и мы короче пили так ты даешь им бутылку они тебе наливают полную бутылку там полтора литра ты передаешь что по кругу и через пару минут возвращаешься еще раз они еще один бывает полтора литра опять все выпивают по кругу через пять минут опять возвращают вот так вот примерно так все происходило и помню так даже это было вплоть до набережных челнов самый меня такой выезд я помню набережные челны 93 а там первый раз увидели фанатов даже не при таки рассказы про набережные челны очень стрёмно это же был город откуда гопники приезжали это тип хуже казани это такой дикий город хуже казани нам фанат никогда не видео нас вообще все очень спокойно прошло первый раз фанаты мне кажется футбольные приехали получилось у нас будет не первый выезд 17 человек но мало 17 человек что такое да и меня к и сам город поразил торпеда отлично выступила на двойнике был двойник екатеринбург екатеринбург набережные челны 05 екатеринбурге 14 в набережных челнах хорошо помню хорошо хороший выезд отлично сыграли это заготовились еврокубком подготовились и сам набережных челны город произвел впечатление потому что мы ехали от трамвая к стадиону но очень долго и ты едешь вот у меня до сих пор такие впечатления квартал какой-то большой пустырь квартал пустырь и ты в целом вообще все понимаешь про все эти группировки почему именно там так почему набережные челны были именно такими очень хорошая литература есть есть хорошая книга роман город брежнев по этому поводу человек оттуда который все это описал группировки почему один квартал не мог зайти к другому и почему там такое безумие было с опг со всем прочим город так построили в советском союзе причем эти кварталы были напротив завода и ты так едешь по этому городу мышь да но ты приехал оказалось абсолютно спокойно фанатов никто не виден это тебя бить не собирался никому ты был не нужен пили пиво разбавленная водкой и вот вы из этой бутылки прямо напротив буквально стадиона и нормально все в порядке прошло абсолютно спокойно после матча немножко подержали полицейские правильный вокзал и мы уехали домой пиво с димедролом это зачем ну как зачем чтобы быстрее людям по голове давали были на 30 специально наливали пиво с Димедролом чтобы ты мало соображал не разводили пиво из Димедролом это не мои пили и венту не высмешивали нет нет поднимы спешивали это это на эти продавцы 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 чтоб не быстрей косили а в чем прикол а вот не знаю может быть наоборот надо чуть больше наливать, ну, как бы, чтобы чуть больше продать? Нет, больше пиво. Это такое классическое плохое пиво. А, это слишком плохое пиво. Слишком плохое пиво. И если оно еще не дает по голове, то это вообще... А, это вообще, да. Поэтому добавляют, чтобы давало по голове какое-то димедрол такое классическое. А что это на вкус пивка с димедролом? Ну, на вкус это самое плохое пиво, которое чем-то еще отдает. Типа чем? Даже не лекарствами, а чем-то вот... Даже не могу даже сформулировать. Ну, прям ты чувствуешь, что это как-то не пиво, что-то нездоровое. Все равно все пили. Это, я думаю, может быть, даже шло от советского дефицита. Выпьют любое. Выпьют любое. А какое плохое у нас было вино. Портвейн. Три семерки. Это что? Это разве портвейн, который можно пить? А с одной со мной... Нет, я не пробовал. Советую. Рекомендую, так сказать. Можно, в принципе, до сих пор ознакомиться. Сейчас продается? Да, да, очень дешево. Стоит 100 рублей. Если это купить, это тот же вкус? Примерно тот же. Я давно, к сожалению, не пил, но в целом... Ну, к сожалению, потому что не могу сравнить. Но я боюсь, что вкус очень плохой. Или, например, случай, как я попал в вытрезвитель в городе Екатеринбург. На футбик поехал. Конечно, на футболе, да. Мы попали в вытрезвитель после того, как в обычном ларьке в Екатеринбурге купили три трехлитровые банки под названием портвейн. И в реальности это был какой-то протухший яблочный сок, в который просто налили какого-то очень плохого спирта. Ну вот, все равно, ну, как бы, купил, не можешь не пить. Значит, все пили, главное опьянеть. Причем мы только начали пить, нас заметили полицейские, повезли в вытрезвителя, потому что им план надо было какой-то делать. Они нас записали и через полчаса отправили обратно пить. То есть, вытрезвителя я не видел, де-факто. Но вот такое отношение было. Это очень плохие напитки, очень чудовищные. И культура алкоголя, мне кажется, она шла еще из советского времени, что все плохое. К сожалению, почти все плохое. Ну, кроме условной водки какой-то неплохой относительно, да, мне кажется, водка не сильно поменялась. А все остальное было прямо очень низкого качества. И пиво тоже было плохое. У тебя как вот с, так сказать, вариацией? Плохо. Что было такого, что я не попробовал, я даже, наверное, сходу не скажу, что такого. Вот, с одной стороны, что-то не попробовал, не скажу. А с другой стороны, да, там, что-то к ней пили там. Огуречный лосьон, то есть, мы пробовали. А как это пить? Огуречный лосьон. Это же все обжигает. Ну, и все обжигает. И алкоголь тоже обжигает. Ну, кстати, да, вот культура алкоголя и вообще весь алкоголь — это такая самая грустная, наверное, тема вокруг. футбола были очень смешные напитки которые как раз попозже появились писал они как-то люди с ярославки их называли happy ярославка потому что это был напиток берется двухлитровая бутылка пепси половина выпивается ну или coca-cola без разницы по ним пиваются туда наливается бутылка водки и туда же доливается бутылка любого темного пива это закрывается бросается немножко на землю отстаивается и потом пьется да как бы до диковато наверное выглядит сейчас жизнь были ли у тебя какие-то проблемы со здоровьем из-за такой миксологии ну конечно были отравление отравление ну конечно отравление там плохо сеть напомню из нижнего приезжал как не меняем состояние конечно конечно желудок иногда там три дня лежишь после каких-то перепоев конечно это проблема очень большая пал палыч бородин суперзвезда политики 90-х продюсер торпеда просто какой-то сумасшедший герой давай расскажем историю про него и про торпеда у меня две короткие истории про него одна по слухам другая не по слухам я наверное начну с более веселой истории не по слухам дело в том что мы девяносим году там был такой хаос и торпеда то играла в калининграде то матч переносила и мы узнали о том что торпеда все таки будет играть в калининграде буквально за три дня до поездки денег никаких нет и причем у Пал Палыч спросил о том, будет матч или нет. Там один из наших фанатов, он такой, Пал Палыч, а матч будет? Он такой, ну да, через два дня. Так я, что, ты собираешься, что ли? Тот говорит, ну мы вообще-то собирались, но что-то денег нет. Пал Палыч так достал 100 долларов, нате, езжайте, типа. Вот такая была история от Пал Палыча. Мы втроем поехали на выезд. На сотку. На сотку, ну да, для того времени сотку. Это вообще отличные деньги туда-обратно. А вторая история, это уже по слухам, как Пал Палыч, когда он стал главным человеком в Торпедо, просто приносил в наличные чемоданы денег на покупку игроков. И как-то раз Торпедо пригласила, по-моему, первого африканца за все время, Игуавона, игрока сборной Нигерии, который считался суперзвездой. Не произвел такого впечатления. Говорят, что он просто для покупки Игуавона просто принес чемодан денег. Просто все решалось чемоданом денег. Попал и все такое. Пожалуйста, покупайся, легко. Игуавон, давайте. Девяностые, вот набережные, Челны и прочие локации, мало денег и, ну, понятно, какая обстановка в стране. Обошел ли ты наркотики? К счастью обошел. Вот без шуток говорю к счастью. И там несколько факторов сложилось, что я их обошел. Во-первых, я лежал в больнице весь 94-й год, а потом два года учился ходить. Ну, то есть это очень сильно помогло, потому что это был самый главный рассвет. Ну, серьезно. А вторая вещь – это все-таки футбол. На футболе… Чуть меньше, да? Да их даже не чуть меньше. Люди, которые садились на наркотики, они прямо исчезали со стадионов. Это прямо очень было заметно. Я знаю нескольких людей у Торпедо, которые просто прямо исчезли, мои хорошие там какие-то знакомые. Они просто начали употреблять. И просто, ну, как ты начинаешь употреблять, и тебе перестает все интересовать в жизни. Ну, и сам, наверное, был, я думаю, подсознательно сам побаивался. Еще нога больная. Ходить тяжело. И мне как-то реально повезло с наркотиками. Но я в то время помню, как очень тяжело я по наркотикам. Это был прям кошмар. Это был героин. Это были какие-то очень прям совсем жесткие вещи. И очень много людей прямо вокруг умирало. Я же, ну, не только по футболу, я же и по окружению, по Алтуфьево. Там прям очень все было плохо. Это очень грустная история. Мне кажется, сейчас, кстати, когда люди думают о сегодняшних наркотиках и представляют сегодняшние наркотики, они с трудом представляют, что было с наркотиками в 90-х. Там, причем-то, я-то знаю, по Москве, в регионах часто еще хуже все было. Там просто, ну, почти нельзя было избежать. При этом я люблю очень книги на эти темы. Мы вообще, один из любимых писателей, Ирвин Вэлш, он примерно об этом. Да, в таком тотальном употреблении почти всеми молодежью наркотиков. И очень повезло, что не попал в наркотики. Хотя риски были, конечно, потому что все вокруг ходили, плюс-минус предлагали. Но ты не соглашался? Нет. А ну, как бы, я по себе знаю, если бы я согласился, я бы тут, наверное, вряд ли разговаривал бы. Он делает героин, это такая вещь, как бы... Я видел людей, которые слезали с героина. Да, один из русских способов слезания с героина. С водкой люди ломку свою запоями перебивают. Это довольно страшное зрелище. Жесть. А что происходит? Ну, как? Человек ломает, он напивается, спит. Просыпается, его ломают, он опять напивается. И так может продолжаться неделями. А, ну, там не было такого лечения всех способов. Там героин-то был понятно какой, и не очень дорогой тогда. И поэтому это было прям довольно стрёмно. Твоя цитата, по-моему. Питер, 2000 год. Нас 80, два автобуса с трудом набралось. На нас выходит 200 человек зенита, а это разгар арматурной войны. У нас на 80 человек 150 арматур. У них на 200 300. До нас туда приезжала Динамо, а парня на трибунах просто убили. И было очень стрёмно. А я еще руководитель фан-клуба. Чем все закончилось? Ой, все закончилось мирно. К счастью, приехал ОМОН, что бы я никогда в жизни, наверное, не сказал. Но, к счастью, приехал ОМОН, и никакого столкновения не произошло. Но я реально, кстати, очень хорошо застал. Мне вообще очень нравится, как бы нравится, это неправильное слово. Меня вообще очень интересует этот вопрос субкультуры. Я вообще когда-нибудь хотел бы, возможно, но если не написать, я сам вряд ли буду писать, писать не умею, но хотел бы, чтобы людей интересовало. Вот этот вопрос субкультур, он очень важный, и футбольных фанатов, и вообще других субкультур. Я очень хорошо помню, с чего началась арматурная война в Москве, когда начались группировки, когда сначала было все нормально, а потом началась арматурная война, она началась в 98-м году. Группировки фанатские. Фанатские группировки, они начали образовываться в стиле английских, в начале же это не было ничего, были такие фанаты субкультуры классическая. Где-то с 95-96 года началось такое формирование более британского стиля боления, группировки, а в 98-м году, когда их стало много, началась там, ну, как обычно, поводы не очень важны, началась арматурная война, когда группировки против группировок просто резали арматуру. А почему именно арматура? Ну, потому что удобное оружие, ну, потому что простое, можешь провести, дешевое, нарезал, запаковал в газету, зарезал. Ну, это какой? Ну, такую вот арматуру, ну, просто как палку, да, это арматура. Ну, типа же, этой палкой можно с одного удара как бы убить человека. Да, да, да. Ну, это же как-то, типа, страшно, нет? Это, да, это очень страшно, но ненависть уже была тогда такого рода, что никто не рефлексировал. То есть драки стали настолько жестокими между группировками. Как раз началась по-настоящему жесткая война. Первое массовое использование арматуры было на матче, кстати говоря, не «Спартак», «ЦСК», как ни странно, а на матче «Динамо», «Спартак». Первое использование, тотально, такое большое арматуры. А потом уже... Прямо на стадионе? Нет, ну не на футболе. Это было... Фанаты «Динамо» ехали на стадион в «Лужники» на футбол, а фанаты «Спартака» их накрыли на малой спортивной арене с арматурой. Это было, конечно, беспрецентное событие, и все решили, что мы теперь тоже будем резать арматуру, да. И понадобилось несколько лет там погибшей, очень много пострадавших, сломанных рук, там пробитых голов, чтобы группировки начали друг с другом договариваться о том, что все-таки не надо использовать арматуру. Это было такое очень стрёмное время, да. Вроде как Путин тут у нас, укрепление власти, а тут люди по Питеру, динамики, парня убили в Питере, да, фанаты «Динамо». А почему они, кстати, использовали арматуру? Потому что в 99-м году их точно так же арматуры избили арматурами фанаты «Зенита» на выезде. Они решили, типа, такой ответный удар. И для понимания они шли по Питеру, но я совру, могу соврать по времени, но там почти час, 300 человек и идут по Питеру с арматурой, доходят до стадиона и там устраивают драку и парня убивают. Это же как бы, да, ну то есть к вопросу. А следующая команда из Москвы, которая играла в Питере, были мы. Самые слабые с точки зрения людей. И было, конечно, очень стрёмно, и не ехать было нельзя. Да, и как бы очень, к счастью, ничего не произошло, потому что, ну понятно, что как бы это... Конечно, очень дико выглядит, я думаю, сейчас. Ты держал? Не-не-не, я не держал, я не держал арматуру. Я, потому что должен был быть с автобусами, которые нас, чтобы нас не разбили. То есть я нет, но, конечно, арматура была в автобусе, и это было довольно стрёмно. И люди начали уже выходить, увидев оппонентов, и это было крайне неприятно. То есть ваш бас тормозят? Да. Выходят? Выходят? И тут они идут напротив, это было на Васильевском острове, длинные улицы, и так друг против друга. Но ОМОН был готов, не дай бог, были столкновения. И в итоге они поняли, что с Денита больше, чем нас, поэтому они на нас. Там даже статья в советском спорт-экспрессе называлась «Два пенальти ворот торпеды и 49 арестованных фанатов». Есть фотография, где 49 человек лежат в ряд. Вот так вот. Так вот. А типа проще повязать вас, чтобы реагировать. Проще повязать, а остальных разогнать. Да, да, да. Остальных разогнать, и были смешные, опять же, в кавычках уже тогда. Но я все-таки думаю, но слава богу, что закончилось вот так относительно бескровно. И, к счастью, это все прекратилось. Причем прекратилось и за сборной. Прекратилось в том числе и за сборной, что типа, ребят, мы сборную должны поддерживать, давайте-ка прекратим и арматурные войны. Хотя инцидентов было довольно прилично и потом. Два, три, четыре года и там много потерпевших, пострадавших. То есть это абсолютно ужасная штука. И, конечно, к счастью, все это закончилось так. Но появился другой стиль, кстати. На смену же арматурам пришел так называемый стиль драк в лесах. Это я уже не застал, но то есть уже только теоретически могу представить, но это совсем другая история. Ну, это просто рукопашка кулачная. Да, да, да. Ну, когда что-то в городе происходило, то как бы... Ну, рукопашка, рукопашка. Но, кстати, внимание же. Полиция, особенно при чемпионатном мира, был очень большой футбольным фанатом. И прям большой прессинг, он просто очень незаметный для нас. Ты говоришь при чемпионат мира 2018 года? Да, конечно. Был очень большой прессинг на фанаты до чемпионата. Ой, конечно, конечно, конечно. После Марселя. А, после... После Марселя для фанатья, конечно, конечно. Для всех группировки прям очень большое давление оказывалось разными способами, но давали понять, что не дай бы хоть что-то устроить на чемпионате мира. Все восприняли, ничего не было такого, но, конечно, давление очень большое на фанатьях. А вот пару вопросов еще про драки. Автобус выгружается, встречается, мочит друг друга толпа. Кто-то лежит, кто-то уходит. Ну, что дальше? Типа вот какой-то счет, какое-то объявление победы. Ну, типа вот, типа это что такое? Ну, кто-то победил, кто-то объявил победу, потом фанзины, потом все читают фанзины того времени. Это главное. Отчеты о прошедших боях. Да, отчеты о прошедших боях, потому что, как каждая субкультура, у фанатской субкультуры были свои какие-то источники, когда еще интернета было не очень много, и классическим источником были фанзины. Фанзины были... Самый первый фанзин был у армейцев, его издавал Андрей Малосолов, небезызвестный, я думаю, сейчас. Он же батумский, он был первым автором фанзина, и у него был хороший фанзин, русский фанзин назывался, он был первым, он такой рукой был, ну, такой нормально напечатанный, первый, потом был у фанатов Спартака появились, фанзины де-факто появились у всех, у всех группировок, и, конечно, все друг друга перечитывали эти фанзины, все друг друга наезжали, что это было не так, а по-другому, вот, ну, а потом появилось, конечно, интернет и видео, все по интернету и по видео стало понятно. При тебе случались какие-то страшные, кровопролитные случаи? Ну, прям при мне лично, вот при мне, прям страшных, кровопролитных, ну, кому-то голову пробивали, там, что-то происходило, но я бы страшными кровопролитными не назвал. То есть, прям какими-то, я, как бы, немножко избежал всех этих совсем группировок и совсем драк, и этого не было. Ну, кого-то, конечно, избивали сильно, и что-то было, там, когда уже началась война с локомотивом, в Раменском были, как бы, выбивали все стекла в электрички и врывались в львовагоны, когда избивали всех подряд, ну, да, были такие времена. Тебе самому было страшно за свою жизнь? Нет, нет, честно, не было особо страшно, это, как бы, не какая-то фигура речи, наверное, потому, что я уже был сильно постарше к тому времени. Ты, когда не участвуешь и постарше, ты все-таки, правда, по-другому это воспринимаешь, да? Все-таки, как бы там ни было, это воспринималось, как вот совсем молодежь, которая друг друга более-менее знает. Там же еще важно, что все друг друга знали, плюс-минус, кто против кого, кто и как, так что, не, не было. Было страшно попасть случайно под раздачу. Это могло быть. Скалиф, как, ну, случайно, как бутылки в тебя кинут и разобьют голову, бутылка издалека. Или там, ты упадешь, тебя добьют бутылкой об голову. Ну, вот это неприятно, конечно. Но это все-таки случайность, это не намеренная штука. Навальный, а как и когда вы познакомились? Это было очень давно. Это было во время подготовки совместного митинга «Яблоко и НБП» 2004 года, по которому тогдашний идеолог кремлевский, главный идеолог Владислав Сурков написал знаменитую статью в «Комсомольскую правду» о том, что лимоны и яблоки не должны расти на одной ветке. С тех пор я знаю Навального. Каким он был тогда? Да каким-то яблочником обычным. То есть, я вообще не очень запомнил. Он тогда был вместе с Яшином, мы там были с кем-то из Носболов, не помню ни с кем. Но познакомились и поздоровались. И с тех пор Навальный на самом деле для меня долго оставался каким-то довольно далеким персонажем. И, в общем-то, и в принципе, и сейчас-то не настолько хорошо знакомые и близкие. И я как-то... Ну, вот Навальный просто элемент о чем мы постоянно пишем. То есть, лично с Навальным я разговаривал меньше десяти раз, чтобы понимать. Ты ввел программу с ним? Ну, не с ним, на его канале. Я, наверное, с Навальным говорил, просто, наверное, кажется, что вот мы там сидим и что-то делаем. Это абсолютно не так. При том, что у нас хорошие отношения с Навальным, безусловно, прекрасные, но это не значит, что мы там постоянно с ним общаемся. Нет, нет. Я вообще человек довольно закрытый в общении, поэтому Навального... Я, правда, не больше десятка раз с ним разговаривал в жизни, по-настоящему. А Навальный спецагент Запада. Что ты думаешь, когда слышишь такое? Ой, ну, я думаю, что они просто придумали самую простую схему объяснения для тех людей, которые смотрят телевизор. Ничего другого. Ну, то есть, это же обычная такая классическая, приходит заседание в администрации президента, им приносят, я думаю, социологию, на самом разном. Так, что у нас лучше всего работает? Навальный уголовник поддерживает там 42 процента. Хорошо. А вот Навальный иностранный агент поддерживает 50 процентов. Давайте будем форсить, что он иностранный агент. Они же довольно прагматичные все люди, они прям на цифрах все ориентированы. Я думаю, они просто посчитали это наиболее удобным механизмом для того, чтобы испортить репутацию Навального. Не более того. Сейчас они выбрали другое, сейчас с ветеранами началась история. Я уверен, они посмотрели цифры, разложили, посмотрели, о, отличная тема. Сейчас моего карьера с ветеранами-то и будем. Форсить. Навальный агент Кремля. Это тоже известная песня, это тоже очень смешная история. Я даже очень часто шутил над ним по этому поводу в соцсетях. Как бы, там, что он не агент не просто Кремля, а Игорь Иванович Исечен. Потому что у него нет никаких расследований про Игоря Иванович Исечена. Ну, просто ты же понимаешь, когда ты долго в этом всем находишься, понимаешь, что обычно эти версии выдвигают люди, которые либо недолго находятся в политике и разбираются. Либо те, у которых есть проблемы с восприятием мира, я мягко скажу. Ну, было же понятно, ну, если бы он был агентом Кремля, совсем по-другому бы строились отношения. Это, знаете, как у нас часто ищут каких-то агентов везде, почему-то думая, что наши спецслужбы, что там администрация президента и все прочие, такие тончайшие игроки в шахматы такие, вот как мы видели ход королевы, да, вот это все-таки, они продумывают все заранее, у них 20 ходов записаны вперед. Зачем они простые? У нас люди довольно простые управляют, принимают прямолинейные решения. Причем, чем дальше, тем прямолинейнее в России эти решения. Да нет, конечно, просто они не способны на настолько тонкие операции. Я очень... Вот именно это главное объяснение. Да нет, конечно, ну какой Навальный агент Кремля после стольких уголовных дел, после такого давления и всего прочего. Но для Кремля это удобная версия, конечно, для того, что пусть часть оппозиции это обсуждает, пусть они об этом думают. И, конечно, они со своей стороны это тоже пытаются вбросить. А часто еще мнение, почему бы Навального просто не отпустить? Почему? Прагматичный вопрос, я думаю, опять же, тут исключительно... Я вообще уверен, что они принимают рациональные решения. Навального отпустить, допустить до выборов, они пробовали такой путь. В Москве он получил 27% и чуть было не прошел во второй тур. Я думаю, они посмотрели на цифры, посмотрели на риски. Есть же проблема, что Навальный сейчас, ну правда, для очень многих буквально единственная, более-менее вменяемая политическая альтернатива, ну не Джириновский, а Джиганов, да? Вот если его отпустить и пустить на выборы, а нет ли рисков, что он сразу займет второе место? Так он же все, он больше не может участвовать или... Я об этом и говорю, сейчас он не может, его лишили возможности. Почему его сейчас не отпустить? Потому что будет влиять на выборы, которые будут в Госдуме, потому что будет выпускать ролики, будет ездить по регионам, да? Мы видели, как он проехал по регионам и как выступили на выборах там, где он был. Это же риски, это дополнительное напряжение. Я думаю, там прагматическое решение приняли. Они же, в принципе, ну видно же, когда его первый раз пытались посадить в тюрьму, да? Это было в 2013 году. Много лет прошло. И тогда решение, я думаю, тоже было более-менее прагматичным. Пока нам нет смысла такого человека сажать, только набирать ему очки. А сейчас они взвесили, подумали, возможно, вмешались личные какие-то факторы. Ну и серии того, что Навальный там, да, как-то там ругается на Путина последними словами, разоблачает свое отравление и взвесив плюсы-минусы рациональные, помножили это на личные отношения и решили, что ну как бы все, доигрался, допрыгался. Хватит там его терпеть, давайте его все-таки посадим в тюрьму. Опять же, по инсайдерской информации, ты человек, который любишь все как бы обосрать. Сериал, музыка, я не знаю, кино, книга, это правда? Ну, мне часто, наверное, что-то не нравится, скорее чем нравится, это правда. Но я стараюсь публично сейчас особо не обижать, никого не наезжать, но в целом мне мало что по-настоящему нравится, это правда. сериал «Ход королевы». Мне очень понравился. Ну, потому что очень какой-то, мне показался довольно таким линейным, понятным, простым. «Контргамбит» Альбина в конце, в последней партии, это вообще какая-то странная находка, Гарри Каспарова или кого-то еще. Я 8 лет занимался шахматами, он мне показался несколько странным. А вот сейчас ты сказал «Контргамбит», а дальше я ничего не понял уже? «Контргамбит» Альбина. Никто это, я думаю, не понял. А можешь рассказать, что это такое и почему это неуместно тебе показалось? На самом деле это спорно, неуместно или нет. Просто «Контргамбит» Альбина – это очень редкий дебют, и в принципе его очень мало кто применяет, потому что его считают некорректным. На самом деле это спорно, корректно он или некорректно, потому что один из известных гроссмейстеров его применял в последнее время довольно успешно. Но тем не менее это довольно странный выбор для решающей партии применить крайне редкий дебют. Поэтому это меня удивило. С другой стороны, консультантом был Гарри Каспаров, потому что я вполне уважаю эту точку зрения. Но вот мне показалось «Контргамбит» Альбина. Альбин – это румынский мастер начала 20 века. Показался странным для решающей партии. А, кстати, ты пересекался с Каспаровым? Как-то один раз, по-моему, я с ним разговаривал. Один раз я видел его, когда был пионером, заходил на Президиум и открывал матч Карпов-Каспаров в 84-м году, будучи пионером. Да-да-да. А второй раз я где-то видел его на каком-то мероприятии, и очень кратко, три минуты нет. Толком не знаю, кто такой Гарри Каспаров. О чем болтали? Ой, когда с ним разговаривали, там была компания, ну, что-то про политику, про Путина, но, конечно, не про шахматы же. Ты 10 лет был учителем истории. Почему ты, во-первых, выбрал эстфак? Ой, это очень смешная история, потому что эстфак был наиболее близким ко мне факультетом, куда можно было поступить, а мне уже не грозила армия. И уже можно было выбирать из того, что более-менее нравится. Ну вот, и я выбрал, я выбрал не эстфак, я выбрал очень слэ, у меня очень плохое образование. Я закончил городской педагогический университет, ну, не лучший, скажем так, и с образованием у меня очень большие пробелы. Поэтому я и говорю про образование, что его надо улучшать. Поэтому, ну, что-то было интересное. Не хотелось уже заниматься, я два года учился на геологическом факультете МГУ. И вот этим уже заниматься не хотелось. Высшей математикой, кристаллографией, чем-то такой. Хотелось чего-то гуманитарного. Ты обожал ставить двойки. Это правда, да, это такой радикализм, наверное. Молодежный радикализм, я реально действительно ставил двойки. Ну, может, человек, если на двойку отвечает, что ему ставить? Ага, ну, ты получал удовольствие еще от этого. А вот стать не знаю, может быть, возможно, я не стал бы исключать. Но мне просто, это вопрос, мне казалось, что двойка – это такая хорошая штука для того, чтобы человека мотивировать. И даже у меня в этом плане были проблемы с начальством, с руководством, такие, что у тебя одни двойки? Я говорю, ну, они как бы двойки. Просто мне казалось, если у человека двойка, у него должна быть мотивация их закрыть. Но с возрастом, да, это молодежный радикализм учителя. Это все проходит. Ты понимаешь, что кому-то ставишь двойки, нифига не их исправлять не буду. Вот так с этими двойками и ходить. Все нормально. Ты ненавидишь даты еще? Даты исторические? Ну, типа исторические даты. Даты, потому что, ну, потому что, во-первых, сам плохо и запоминаю, а, во-вторых, иди сюда. Поэтому ты любила двойки ставить, потому что ты так ученешься? Нет, потому что история – это не даты, это же очень важная штука. Разве нет? Мы вот каждый год отмечаем. Мы каждый год отмечаем, это ни на что не влияет. В истории, истающая история, как предмет, должна учить думать, размышлять, рассуждать, почему то или иное событие произошло. К сожалению, есть проблема, что историю очень часто учат вот этими датами, превращая в математику. Да ничего тебе не дадут, если ты вызубришь там всю хронологию. Вообще они не дадут тебе понимания, почему одно событие произошло за следующим. Поэтому я терпеть не мог всегда даты и минимально старался акцентировать на даты, историю должна учить думать, история должна учить альтернативам каким-то. Интерпретация какого исторического события из истории России тебя не устраивает сейчас? Вот есть отношение к чему-то, а на самом деле, чуваки, все не так. Я думаю, таких событий довольно много. И если так задуматься, интерпретация историческая, достаточно много таких событий, особенно сейчас, что происходит, даже что сейчас происходит вокруг войны. и очень тревожно на самом деле, потому что мы же... Страшная трагическая война превращается исключительно в череду побед, чего не было, кстати, даже в Советском Союзе. Они замалчивали про 41-й год, но замалчивали про 41-й год. Но все-таки 41-й год все-таки был таким очень тяжелым и всем прочим. А у нас сейчас прям череда побед. Вот этот пакт 39-го года как трактуется, ну, конечно, к нему есть вопросы. Именно к трактовке, да? Ну что, скоро, я думаю, будет уголовное наказание за то, что ты говоришь, что были секретные протоколы. Я думаю, мы к этому идем. Конечно, это очень всегда тревожит. Ну, много событий. Например, в 90-х при этом меня раздражали другие вещи. Сейчас, да, одни, я помню. В 90-х в какой-то момент Петр Столыпин стал вдруг таким главным русским реформатором и человеком, который вот это... Им нужны великие потрясения, нам нужна великая Россия. Столыпин такой человек, на котором надо ориентироваться. Я очень хорошо помню вот этот вот конец Советского Союза и такая... Столыпин был такой альтернативой большевикам, которые потом все разрушили. Вот если бы Столыпин еще бы 20 лет, вот бы как в России все было хорошо. А как было на самом деле? А на самом деле Столыпин пришел к власти в результате самого настоящего переворота. Столыпин пришел к власти Третья июньская монархия, которая разогнала легитимную думу. В этой легитимной думе посадили депутатов по абсолютно надуманным обвинениям и отправили в ту самую чету, да, в 10-15 лет поселений, сказав, что они готовят военный переворот. Полностью поменяли конституцию и начали расправу над неугодными. Столыпинские галстуки, огромные военно-полевые суды, очень жесткая реакция, и это в итоге как бы заморозило страну на 10-15 лет, но ничего хорошего не дало. Или крестьянская реформа Столыпина, которая считается у нас таким образцом для подражания, она же была тоже довольно неудачной и была в целом провальной. Единственное, такое положительное у Столыпина, хотя он человек, я не могу что-то личное, потому что нашли какого-то спасителя. Было то, что Столыпин все-таки развивал регионы и давал людям уезжать в регионы, чего сейчас, конечно, не хватает. Но вот Столыпин классический пример, который у меня в 90-х ужасно раздражала, трактовка. И до сих пор, мне кажется, у нас Столыпин, памятник Столыпину стоит, в конце концов, у Белого дома. Очень не самая, на мой взгляд, идеальная фигура в истории России. А с чего вдруг понадобилась такой ориентир? Почему его имидж стали вот так подавать? Ну, мне кажется, потому что, ну, коммунисты заканчивались, нужно, ну, все же решили, что вот, если бы не коммунисты, у нас была бы прекрасная страна, замечательная, демократичная, все было хорошо. Я помню все эти фильмы Говорухи, но так жить нельзя, и как было прекрасно в царской России, как было, стало плохо при большевиках. Ну, такое упрощение, миф, это же всегда удобно, именно этим апеллировать. Потом произошел обратный разворот, как было все хорошо в Советском Союзе, как стало все плохо в 90-х. А надо, ну, мне кажется, я как историк хочу сказать, что никогда тут очень хорошо не было, никогда тут институты хорошо не работали, это наша общая проблема, и общая задача вообще России сейчас попытаться пойти все-таки по пути, когда институты какие-то заработают политические и общественные. Но учитывая все-таки какую-то вот повторяемость событий в истории, как ты думаешь, что ждет дальше на самом деле Россия? Я не сомневаюсь, что после Путина условного будет в том или ином виде очередная оттепель. А в этом нет никаких сомнений, придет новое поколение, новое поколение, которое не живет, как Путин, его окружение где-то ментально в 70-х, 80-х. И я думаю, нас все-таки ждут изменения положительные, и Россия не станет Китаем с полностью закрученными гайками. Мне кажется, и невозможно. У нас немножко другой подход ко всему, и коррупция большое, конкурентное преимущество и здесь будет. Поэтому будет. Вопрос, через сколько это времени будет? Это может быть через год, может быть через пять, а может быть через тридцать. Никто не знает, но я не сомневаюсь, что при том человеке, который придет после Путина, может быть не сразу, но начнется условная оттепель и очень серьезная. Про книги. Листаю твой телеграм-канал, опять же, мне показалось, что ты читаешь какое-то фантастическое количество книг в год. Вообще, точнее, читаешь. И хочется рекомендации от тебя, что нам почитать балбесам, чтобы стать немножко поумнее, по начитанию. Ой, ну, это перегиб насчет многих книжек, но на самом деле вот прямо из последнего, что хорошее, что прям поразило и очень крутое, мне очень понравилась «История Древнего Рима», очень просто написанная, «Марий Бирт», очень хорошая книга. Конечно, надо читать все книги Зыгоря про сегодняшнюю Россию и очень советую даже книгу Зыгоря про революцию 17-го года. Она большая, огромная, но очень легко читается. Читайте Зыгоря, это прекрасный автор, который пишет как на лучших уровнях мировых, про непосредственно другие книги для меня большое впечатление произвели «Благоволительницы». Очень хороший роман, который, хотя постмодернистический, но роман про войну, довольно жесткий, очень рекомендую «Благоволительница», довольно точно написанный. Так что, ну, что-то такое основное. У меня есть любимый писатель Ирвин Уэлш, я люблю. Давай что-нибудь одно из него, чтобы посчитать себя знакомым с этим писателем. Ирвин Уэлш, у меня самое известное произведение, «Тоин Спотинг», но я советую «Кошмары Аиста Марабу». Они недавно переизданы, «Кошмары Аиста Марабу», мне кажется, шедевр Ирвана Уэлш. Тебя удивило заявление Игоря Денисова по Навальному? Удивило. Я никогда не интересовался политикой, интересоваться я не буду. Но все это дело не в политике. Я хочу поддержать Алексея Навального. Большое к нему уважение. Он должен быть на свободе. Чем тебя удивило? Ну, потому что обычно футболисты молчат. Ну, футболисты молчат и не выражают позицию. Я помню, меня удивил тогда Артемий Панарин жутко в прошлом году. Но он хотя бы в Америке. Да, а он здесь. И, конечно, меня очень удивило, потому что футболисты воспринимаются как люди, у которых все хорошо. Ну, серьезно, у них же все хорошо. И они обычно поэтому лояльны. Конечно, поэтому очень сильно удивило, потому что Денисов, вообще человек, не очень дававший интервью, насколько я помню, старавшийся молчать, что бы помешало здесь промолчать? Мне кажется, по совокупности это было очень удивительно. А что ты ответишь тем, кто скажет, да молчал бы ваш Денисов, типа, ничего все равно не изменится. Зачем нужно спортсмену, у которого все хорошо, обращать внимание на такие вещи и высказывать позицию? Ну, потому что спортсмены это такие же граждане. Это вообще вот эта поразительная, поразительная штука. Россия, мало того, что не спортивная страна, она еще и довольно аполитичная с точки зрения, что аполитичность тут вводится в какой-то некий культ. По-моему, но это, я уверен, что это, конечно, с годами было приобретенное чувство, безусловно, но типа, молчи, лучше помолчи, без нас все разберутся, все будет нормально, и поэтому к нему такое отношение. А что ты лезешь, что ты раньше не говорил, а что ты в политику играешь, ты же спортсмен. И мне кажется, как раз это очень достойное и хорошее поведение. Причем, если бы также высказывались за Путина и против Навального, но нормально высказывались, а это не было бы какой-то, да, там истерикой и чем-то еще, как часто бывает. Знаете, вы придурки, вы не цените, но вы ведите нормальную дискуссию, это было бы очень нормально и хорошо, если у спортсменов есть своя позиция. И мне кажется, это всегда очень здорово и круто. Медиазона. Страшно ли тебе заниматься своим делом? Нет, ну было бы страшно, я бы, наверное, реагировал, нет, не очень страшно, как бы. А ты, ну, в связи с твоим задержанием, в связи вообще с обстановкой и методами решения, методами контактов и диалогов с журналистами теперь, ты прокручивал в голове сюжет про, например, там, про Навального. Ты бы смог вернуться в Россию, понимая, что тебя здесь ждет, или... Это хороший очень вопрос, но у меня, наверное, нет для него ответа. Я, вот, меня смущает, наверное, в моем задержании, что я смущала и что смущала все время. А мне казалось, мне вообще казалось, вот, во все эти 25 суток, которые потом стали 15, что меня пытаются изобразить каким-то политиком в этой истории. А меня как раз это очень сильно напрягает. Я как раз не хотел бы быть политиком и восприниматься как политик. Мне кажется, что журналистика сейчас не менее важная сфера, и поэтому... А в дальнейшем исследование России еще более важная сфера. Я бы после журналистики, наверное, хотел бы сделать какой-то институт или заняться какими-то исследованиями более глубокими России как таковой, там, не знаю, разных групп. Мне кажется, Россия довольно плохо исследована. Поэтому я не знаю, как бы я поступил на месте Навального, но я не политик. Навальный поступил как политик, так что я, наверное, бы, не будучи политиком, не возвращался садиться. Честно, откровенно. У тебя был разговор в семье с женой? Как они себя... Как она себя чувствует, супруга? Как твое окружение, которое не занимается медиазоной, я имею в виду, твоя семья? Ну, мама все понимает более-менее, жена тоже все примерно понимает, понимает риски и понимает какие-то вещи, но пока живем, пока как есть. По мере поступления будем решать вопросы какие-то, но... Мы в России. Тут, как бы, если ты живешь в России и там государство периодически начинает так наезжать, у тебя, в общем-то, не так много возможностей, но, по крайней мере, я вот в России, я в Москве, и никаких особых мыслей у меня что-то как-то сильно поменять нет. Случались ли с тобой раньше какие-то, не знаю, знаки, звоночки или просто, не знаю, угрозы и так далее, когда ты понимал, что то, чем ты занимаешься, это довольно опасная работа? Нет, в том-то и дело, что вот к медиазоне не было вообще никогда сильных претензий. В том-то вся и дело. Ну, потому что, мне кажется, нас никогда не воспринимали все-таки в качестве пропагандистов, а воспринимали как СМИ, которые просто что-то освещают. Мы же, правда, не занимаемся никакой заказухой и не занимаемся политической деятельностью. То, что мы много пишем про Навального, но это просто в контексте того, что вокруг Навального много уголовных дел. Если бы Ксения Собчак занималась активно политикой и на нее было бы столько уголовных дел и столько всего, нас бы, наверное, считали изданием Ксения Собчак или там Зюганов, если бы этим занимался. То есть, это же такая вещь. Мне, кстати, медиазоне больше нравится история, которая не связана с политикой. В том-то и дело. Мне кажется, гораздо важнее показать, что происходит в регионах, что происходит внутри силовиков, какие там дела, какие там уголовные. Мы почему-то думаем, что репрессии только против гражданского общества исключительно и против людей, вышедших на улицу. Но это неправда. Они же против всех. Мы просто в основном этих репрессий просто незамечаем. И это очень грустно и хочется об этом больше рассказывать. О чем ты мечтаешь? Мечтаю как можно дольше прожить в динамично меняющейся к лучшему России. И чтоб мой ребенок уже к своему совершеннолетию видел, как Россия меняется к лучшему и как тут становится лучше, в том числе с правами человека. Что случится раньше? Россия будет свободной или Торпеда станет чемпионом? Торпеда не станет чемпионом России. Россия будет свободной, думаю, раньше, честно говоря. Я, видите, как выступлю как оптимист для страны, но как пессимист для Торпед. Ты второй раз говоришь, что Россия будет свободной и счастливой уже за сегодня. В каком сроке ты это видишь? Вот это, к сожалению, совершенно непонятно. Нет четкой гарантии. Я как раз тут пессимист. Я боюсь, что еще десятилетия тут может быть тот режим, который мы не сможем назвать свободным и нормальным. Причем он может балансировать, опять же, может ужесточаться, может чуть-чуть отпускать, но настоящие глубокие изменения, я лично думаю, что вряд ли начнутся раньше, чем через десятилетие. Увы, у меня такой прогноз. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok